Продолжение следует... В нашем случае мы используем средства защиты, такие как перчатки, сапоги, комбинезон, очки, средства защиты органов дыхания и, разумеется, здравый смысл. Без него к средствам химической защиты лучше вообще не приближаться. Во время проведения обработки дроном скорость ветра не должна превышать 2 метров в секунду. Чем сильнее будет ветер, тем сильнее, соответственно, будет становиться и снос. А порывистость будет приводить к неравномерному распределению диссиканта. Оценивать качество нанесения препарата мы будем с помощью специальной водочувствительной бумаги, которая при попадании жидкости будет окрашиваться в синий цвет. Ее мы закрепляли на верхних и средних ярусах рапса. Также по истечению 7 дней мы измеряли влажность семян на вариантах, обработанных прицепным опрыскивателем и дроном. Как мы можем увидеть, по результатам внесения рабочей жидкости, участок, обработанный дроном, имеет мелкие, но частые и равномерно распределенные капли, покрывающие верхний и средний ярус. Что касается прицепного опрыскивателя, то на всех ярусах хорошо просматриваемые крупные капли. Из этого можно сделать вывод, что все обработки были проведены правильно. Вариант, обработанный дроном, имеет влажность семян 8,1%. Что касается прицепного опрыскивателя, то это 7,3%, что является лучшим результатом. Но стоит учесть, что он будет нести некоторые потери при наезде на культуру. В заключении хочется сказать, что выбор методов проведения обработок всегда остается за вами. Подробнее ознакомиться с правилами десекации и нашими препаратами вы сможете на сайте singenda.ru. Урожайных вам сезонов и до новых встреч!